Студенты медицинского института СПО отделения сестринского отдела на базе 9 классов представляют образовательный проект «Медицина будущего». Предмет фармакологии для студентов отделения сестринского отдела на базе 9 классов. Тема «Разработка лекарственных препаратов с дозированным высвобождением» выполнила студентка СПО медицинского института отделения сестринского отдела на базе 9 классов. Группа 2SD4. Дыргу Косян Ганья Арменовна. 2020 год. Девятое. Контрольные вопросы. Цель урока. Первое. Узнать применение транквилизаторов. Второе. Познакомиться с побочными эффектами. Третье. Познакомиться с модифицированным высвобождением. Четвертое. Узнать про капсульные лекарственные формы. Пятое. Познакомиться с афабазолом. Шестое. Узнать, что такое лекарственные формы модифицированного высвобождения. Седьмое. Познакомиться с лекарственными формами контролируемого высвобождения. Восьмое. Ответит на контрольные вопросы. Введение. Первое. Транквилизаторы. Второе. Побочный эффект. Третье. Модифицированное высвобождение. Четвертое. Капсульные лекарственные формы. Пятое. Афобазол. Шестое. Таблетки. Седьмое. Лекарственные формы модифицированного высвобождения. Восьмое. Методы. Девятое. Виды. Десятое. Лекарственные формы с контролированным высвобождением. Одиннадцатое. Контрольные вопросы. Двенадцатое. Литература. Транквилизаторы. Распространенность тревожных расстройств в популяции достигает 15%. Эффективная терапия тревожных расстройств должна быть длительной. Важно не только уменьшить тревогу, но и повысить стрессоустойчивость, и активизировать собственные противотревожные механизмы. Важнейшее свойство используемых в этих случаях транквилизаторов – это устранение беспокойства. Чувство тревоги и страха, уменьшение внутреннего напряжения, повышенной раздражительности, бессонницы и других проявлений неврозоподобных, психопатических, психоподобных состояний, вегетативных дисфункций. Поэтому главной мишенью применения транквилизаторов являются различные тревожно-фобические синдромы не психического уровня, как острые, так и хронические, развивающиеся в рамках так называемых погранических состояний фармакологии. В связи с влиянием на различные нейромедиаторные системы, вовлеченные в патогенез тревожных состояний, транквилизирующие действия присущи не только классическим анксиолитикам, но и средствам, относящимся к разным клинико-фармакологическим группам. Побочные эффекты. Бородин выделяет следующие основные побочные эффекты, встречающиеся при использовании транквилизаторов. Гиперседация, миорелаксация, поведенческая токсичность, парадоксальные реакции, усиление агрессивности и ажитации, возбужденное состояние, нарушение сна, психическая и физическая зависимость, возникающая при длительном применении, от 6 до 12 месяцев непрерывно. Модифицированное высвобождение. Многократный прием лекарственного препарата и периодические колебания концентрации биологически активные вещества в крови приводит к лету нежелательных последствий, повышению его содержания в крови до токсического в начальный период ведения, аллергических реакций. Кроме того, многократный прием представляет определенные трудности для больного и медицинского персонала. Все это стало причиной интенсивных исследований в области создания лекарственных форм афобазола с модифицированным высвобождением. Капсульные лекарственные формы. В последние годы при решении проблем пролонгирования исследователи стали проявлять большой интерес к созданию капсулированных лекарственных форм, содержащих мельчайшие дозы лекарственных веществ тонкой оболочки микрокапсул или гранул. Терапевтическая эффективность микрокапсул возрастает в связи с тем, что с помощью относительно несложных технологических приемов удается не только получать микрокапсулы с оболочкой равной толщины, но и регулировать толщину оболочки в зависимости от целей и стратегии медикаментозной терапии. Именно это обстоятельство привело к необычному бурному росту производства микрокапсулированных лекарственных средств в последние годы. Афобазол В настоящее время, благодаря многолетним разработкам российских фармакологов в семействе специфических анксиолитиков, появился препарат – селективный анксиолитик афобазол. Анксиологический эффект этого лекарственного препарата является комплексным и проявляется в редукции психических и соматических вегетативных симптомов – тревоги в сочетании с легким психостимулирующим им. Для продления действий и поддержания постоянной концентрации афобазола в крови необходимо принимать его многократно или увеличивать дозу. Для поддержания терапевтической концентрации лекарственного вещества в крови интервалы между приемами лекарственного препарата периодического действия подбирают с учетом периода биологического полураспада так, чтобы вновь принята доза начала действовать на фоне предыдущей. Поскольку еще ни одной лекарственной форме не удалось со столь большей степени надежности придавать заранее заданные свойства, весьма перспективной представляется технология получения гранул афобазола, окруженных полимерной матрицей, которая послойно растворяется, высвобождая очередную порцию лекарственных вещества. Поэтому одним из перспективных направлений развития и совершенствования лекарственных форм афобазола является, прежде всего, эффективное пролонгирование, которое, в свою очередь, может быть обеспечено такими лекарственными формами, как спанцулы или капсулы пролонгированного действия. Таблетки. Таблетки пролонгированные. Синонимы. Таблетки с пролонгированным действием. Таблетки с пролонгированным высвобождением. Это таблетки, лекарственные вещества, из которых высвобождаются медленно и равномерно или несколькими порциями. Данные таблетки позволяют обеспечивать терапевтически действующую концентрацию лекарственных вещества в организме в течение длительного периода времени. Номенклатура таблеток пролонгированных, включая таблетки имплантируемые или ДПО. Таблетки Ретард. Каркасные. Многослойные. Многофазные. К ним относят Депоксинхрона. Кордил. Нификард. Тритика. Сустанит. Лекарственные формы модифицированного высвобождения. Это современное поколение лекарственных препаратов, характеризующихся измененным механизмом и характером высвобождения лекарственных веществ. Использование таких лекарственных форм представляет реальную возможность воздействовать на фармакокинетику лекарственных веществ с целью изменения параметров эффективности и переносимости в соответствии с клиническими потребностями. Методы. Для модификации высвобождения применяют методы. Первое. Физические. Использование веществ, замедляющих всасывание, метаболизм и выделение лекарственных вещества. Второе. Химические. Получение трудно растворимых солей, замена одних функциональных групп на другие, введение новых химических группировок в состав молекул и исходного вещества. Третье. Технологические. Покрытие специальными оболочками, использование в единой лекарственной форме компонентов с разной скоростью высвобождения. Виды. По технологии создания лекарственных форм модифицированного высвобождения выделяют два проницательно отличающих вида. Первое. Резервуарные лекарственные формы, содержащие ядро из лекарственных вещества и полимерную оболочку, обеспечивающие замедленное высвобождение. Резервуаром могут быть вся лекарственная форма, покрыта общей оболочкой, или микроформа, микрогранула, микрокапсулу, пеллеты, покрытые отдельными оболочками, множество которых объединено в одну лекарственную форму. Второе. Матриксные лекарственные формы, имеющие вид таблетки, содержащие гидрофильную биополимерную матрицу, в которой распределено лекарственное вещество и которое обеспечивает замедленное действие. В зависимости от степени управления процессом высвобождения различают лекарственные формы с контролируемым высвобождением и пролонгированные, ретардные, от ретард замедляющих. Лекарственные формы с контролируемым высвобождением. Синонимы. Лекарственные формы с управляемым высвобождением. Лекарственные формы с программируемым высвобождением. Это группа лекарственных форм с модифицированным высвобождением, характеризуемых удлинением времени поступления лекарственного вещества в биофазу и его высвобождением, соответствующим реальным потребностям организма. Высвобождение называют контролируемым, если соблюдается следующие три условия. Первое условие. Известен вид математической зависимости, количество высвободившихся лекарственного вещества от параметров, влияющих на процессы высвобождения, в отличие от пролонгированных лекарственных форм. Второе условие. Лекарственные вещества высвобождаются согласно формакокинетической рациональной скорости или скорости программы. Третье условие. На скорость высвобождения не влияют или влияют незначительно физиологические условия, PH и ферменты состава желудочно-кишечных жидкостей, так что она определяется свойствами самой системы и может быть теоретически предсказана с достаточной точностью. Если какое-либо из этих условий не выполняется, то лекарственная форма относится к пролонгированным формам. Современная номенклатура форм с контролируемым высвобождением включает системы терапевтические, капсулы с контролируемым высвобождением, спанцулы, таблетки с контролируемым высвобождением, лекарственные формы пролонгированные, от латинского пролонгары – удлинять, лонгус – длинный, длительный. Это лекарственные формы с модифицированным высвобождением, обеспечивающие увеличение продолжительности действия лекарственного вещества путем замедления его высвобождения. Достоинства. Первое. Возможность уменьшения частоты приема. Второе. Возможность уменьшения курсовой дозы. Третье. Возможность устранения раздражающего действия лекарственного вещества на желудочно-кишечный тракт. Четвертое. Возможность уменьшения частоты проявления побочных эффектов. Контрольные вопросы. Первое. Для чего применяются транквилизаторы? Второе. Перечислите побочные эффекты, встречающиеся при использовании транквилизаторов. Третье. Перечислите виды по технологии создания лекарственных форм модифицированного высвобождения. Четвертое. Что такое пролонгированные таблетки? Пятое. Что такое лекарственные формы с контролируемым высвобождением? Шестое. Какие применяют методы для модификации высвобождения? Седьмое. Что такое лекарственные формы модифицированного высвобождения? Спасибо за внимание! Будьте всегда здоровы!